Девушки отдыхают Мы останавливаем курительные комнаты, но мы работаем на курительное лобби. Им бы стыдно должно быть всем курильщикам. Один курильщик известный человек говорит, я курил и буду курить. Где он сейчас? В могиле рак легкого. И огромное количество мужчин, известных людей через рак легкого от курения лежат в могилах досрочно. И мы сами толкаем людей продолжать курить. Но так же нельзя. Я считаю, что все-таки, я понимаю, мое возражение не снимет с повестки дня. Но при обсуждении я попросил всех депутатов проголосовать против. Очень важный закон. Это самые незащищенные люди. И только мы, депутаты, могли бы их защитить. Мы, конечно, здесь помогаем через закон. В основном это рассчитано на малоимущих. Вот. И социально-бытовые, и медицинские. Все виды услуг. Ну вот город Дорогобуш в Смоленской области. Такое предприятие уже есть. Просто надо как-то нам рекламировать их, чтобы могли поехать посмотреть. Вот оно, еще мы закон не приняли, оно уже давно работает в этом же формате. Мы обязательно поддержим этим чтением. Нам в советский период обещали больше внимания уделять этой категории. Тоже и многодетные, инвалиды, одинокие, и выпускники детских домов, беженцы, наконец, переселенцы. И на них это должно распространяться. Ну, Горбачев это дело вообще, говорится, в сторону отбросили мы. Такая была система. Сейчас мы улучшаем закон. Но, видимо, желательно установить контроль, чтобы он в полной мере исполнялся, потому что никто их не защитит. И, естественно, бюджет посмотреть, чтобы выделяемые средства на поддержку вот таких социальных предприятий расходовались по назначению. Это депутаты любых фракций, любых партий. И Государственная дума, и местные депутаты. И, видимо, в других регионах тоже есть такие вот уже как образец. Этот опыт распространять дальше. Потому что это люди, которые очень упорно работают. Я сам, помню, взял на работу двух инвалидов. Так они работали лучше, чем 10 неинвалидов. То есть в пять раз меньше мы могли тратить средств. Это же выгодно нам всем и им помочь. Я их перевел в другое помещение, где нужно подниматься по лестнице. А здесь лифт. Ну, простую вещь не учел, что у людей проблема с движением. Поэтому понятно, что им должны быть рабочие помещения, первый этаж строить, малые предприятия. Только первый этаж, никаких лестниц. Видимо, и своя какая-то кухня, чтобы питание там было и все остальное. Поэтому это важно. Просто вот, к сожалению, все это уходит в столетия. Мы все вносим поправки в закон о развитии малого и среднего предпринимательства. А первый вариант закона, что тогда нельзя было это понятие ввести. Социальное предпринимательство или социальное предприятие. Поэтому к ним тоже претензии. Те, кто хорошие законы готовят, ну вот как бы забыли. Для них это мелочь, а это, наверное, сотни тысяч и миллионы людей, которые нуждаются, чтобы работать именно на таких предприятиях. И это будет улучшение климата в стране. Они будут с улыбкой идти на работу. Мы бы там рядом и общежитие какое-то для них делать. Все это поможет улучшить и доходы, и жизнь людей. Ну вот здесь тоже самый вопрос, что к предыдущему пункту. Мы вот данным законом как бы дорабатываем механизм по реализации работникам права на выбор банка. Куда должна поступать его зарплата. Сейчас, допустим, пять дней. Но это недостаточно. Мы увеличиваем до пятнадцати. Но и штраф вводим заодно. Что если руководитель предприятия препятствует, то до пятидесяти тысяч штраф. В принципе, это было такое зарплатное рабство. Вот только в один банк. Работодатель указывает, в какой банк. Ведь в прошлом году Роструд зафиксировал восемьдесят одну тысячу нарушений по оплате труда. И из них десять процентов это были нарушения связаны с порядком и местом, сроком выплаты зарплаты. Поэтому граждане должны иметь право сами выбирать тот банк, который им нравится, которому не доверяют. Он будет ближе к дому, он будет надежный. Я вот вкладчик Сбербанка, 62 года. Некоторые из вас даже не родились, и ваши родители еще не встретились, когда я уже был вкладчиком Сбербанка СССР. У нас ведь много случаев, когда предприятие обслуживалось в своих карманных банках и платили через них зарплату. Но в определенный момент банкиры убегали за границу вместе с деньгами. И граждан, которые туда, там получали зарплату, да и деньги предприятия. И от этого страдают в первую очередь наши с вами избиратели. Поэтому, если работник сам определит, куда ему платить зарплату, через какой банк, то ему будет так спокойнее. Уже он как бы немножко сам виноват, что не тот банк выбрал. Ну и, наконец, может быть, он получит какие-то дополнительные блага в виде льготных кредитов или хороших ставок по депозиту. Хотя не всегда банкиры идут. Я просил Грефа добавить мне хотя бы полпроцента на депозит за мой длительный срок, длительный вкладчик. Я, может, единственный вкладчик с таким стажем. Но он не пошел навстречу. Я не буду обижаться. Пусть так и будет. Как бы на равных все пускай будет. Но хотя бы мы сами выбираем банки. Это уже хорошо. Потом вот наше нежелание сразу в первозданном законе дать такие права. Почему вы не могли сразу дать больший срок и право выбирать банк? Это же кто-то пролоббировал интересы работодателя, что он укажет в банк, через который его работники будут получать зарплату. То есть мы должны смотреть всегда, в чьих интересах закон. Всегда должен быть в интересах простых граждан, наших, так сказать, работников всех. А не в интересах владельцев предприятий, даже ректоров и им подобных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова